Итак, друзья, я всех приветствую. Хотел сделать небольшое интервью-прогноз перед вторым поединком между Элейдером Альваресом и Сергеем Ковалевым. Для Сергея Ковалева, безусловно, это, наверное, крайний шанс возвращения в суперэлиту боксерского дивизиона, в котором он находится. Для Альвареса это шанс пройти дальше. Про антропометрию я уже говорил ранее, но напомню, что рост у спортсменов одинаков. Он составляет 183 сантиметра, но самое главное это размах рук. У Элейдера Альвареса он на 10 сантиметров больше, что позволяет ему успешно джебом развивать атаки Сергея Ковалева. Ну и самый главный вопрос, конечно, в готовности Сергея к данному поединку. Постоянная смена тренерского штаба, которая наблюдается со стороны Сергея, она, безусловно, не идет на пользу ни тренировочному процессу, ни психологической составляющей подготовки поединков. Сейчас у Сергея новый тренер Бадди Магрид. Не знаю, насколько плотно и качественно они смогут сработаться, но еще раз повторюсь, вот эта смена, она не ведет к позитивным изменениям с точки зрения спортсмена. Самый главный вопрос, сможет ли Сергей психологически восстановиться? Это сделать довольно-таки сложно, так как последние поединки показали, что Сергей уже находится в не очень хорошей, но в первую очередь, на мой взгляд, психологической форме. То есть физическая готовность к поединкам, она обусловлена рядом факторов, в том числе психологии. Вот эти поражения от Андреа Уорда, первое, скажем так, не такое серьезное, а второе уже довольно-таки значимое. И вот несколько восстановительных поединков, которые провел Сергей Ковалев, на мой взгляд, они не сильно, скажем так, показали те качества, которые Сергей смог вновь в себе возродить, воспитать. Он, на мой взгляд, психологически так и не смог восстановиться. Мы видим, что это и функциональная готовность, психология, она отражается, безусловно, на функциональной готовности Сергея. Качественно, быстро, жестко, четко он проводит первые раунды боя, дальше ему уже боксировать довольно-таки сложно. То, что касается лидера Альвареса, здесь, в общем-то, движение идет постоянно полнорастающее, соперники появляются, поражений у данного спортсмена на текущий период нет. Поэтому Альварес идет ровно и уверенно по карьерной лестнице. Безусловно, психологически он чувствует себя на порядок лучше, чем Сергей Ковалев. Это и досрочный выигрыш в предыдущем поединке у Сергея Ковалева. Лаки-панч правый, прямой, я бы не сказал. Я думаю, что это определенная закономерность и удар, конечно, отчасти был случайным. Он закончил, поставил точку в этом поединке, но, тем не менее, это результат работы Альвареса и некие недоработки и психологическую усталость Сергея Ковалева. Если говорить по моему прогнозу, то прогноз это победа Элейдера Альвареса. Скорее всего, это будет досрочная победа, не обязательно нокаута, может быть, это будет технический нокаут. Ближе, наверное, к середине боя или ко второй половине, когда Сергей сильно устанет. И, в общем-то, у Альвареса будут все шансы завершить поединок в свою сторону. Я думаю, что первые раунды Альварес не будет форсировать события, хотя, вероятно, он будет несколько активнее, чем первым поединке, потому что он уже почувствовал, и Сергей почувствовал его ударную мощь. Но, тем не менее, развязка боя нас ждет, ну, по моему мнению, не в самых первых раундах, а где-то ближе к середине. Вот, таким образом, друзья, мой прогноз на данный поединок. Это победа Элейдера Альвареса, еще раз повторюсь, досрочно, и где-то, наверное, это середина или вторая половина боя. Сергею я желаю огромной удачи, это наш соотечественник. Я очень желаю ему победы, искренне, откровенно, но постарался дать объективный, в общем-то, анализ, прогноз и свое видение этого поединка. И еще раз я повторю, Сергею огромной удачи, я очень за него болею. Я думаю, что многие представители не только в России, но и страны СНГ, они тоже желают Сергею удачи и победы. Бокс есть бокс, завтра все увидим. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok